приветствую вас домики для цитрусов сегодня расскажу что я делаю с череночками которые недавно укоренились также с такими же прививками на неукорененный черенок и с молодыми уже растениями кого подкармливать кого нет и в какой грунт я пересаживаю я поделюсь своим опытом как я это делаю вот у меня прививки на неукорененные череночки это кумкват у кориева прививала и черенки вот дали такие чудные корешочки вот они укоренялись все в одной баклажки потому их пора рассадить у кого-то побольше корешочки у кого-то поменьше но прививка пришлось и уже пошла в рост такой способ вполне хорошо работает это лента эти с корешками и тоже еще кумкват для таких экземплярчиков я беру самый обычный грунт ну то есть у меня здесь торф кокос и перлит никаких удобрений я не добавляю сейчас расскажу почему то есть взяли можно горшочек можно стаканчик но я потом захочу показать корешки потому я воспользуюсь конечно же стаканчиком все придавили в том при поливе грунт просыпется и еще немножечко уплотнится таким образом я сажу молодые прививки здесь ну или черенки если это укоренялись только череночки в данном случае это прививки на неукорененный череночек здесь только торф кокос и перлит вот таким образом я их сажу и вот я пересадила свои укореняшки никаких удобрений я добавлять туда не буду им это не нужно а вот два экземплярчик они были пересажены ранее в горшочке они уже так более менее уверенно держаться в этих стаканчиках в горшочках этим экземплярчиком совершенно не нужно никакое удобрение у них задача нарастить хорошо корни закрепиться в грунте и вырастить хороший прирост что есть в торфе в кокосе им будет этого достаточно если мы добавим удобрения мы только навредим такие экземпляры хорошо поливать и пшикать формулексом он предназначен для подкормки именно пересадки клонирования реанимации то есть дозировка 5 миллилитров на 1 литр воды им как поливаем также и пшикаем и также green fuss root стим биостимулятор и корнеобразователь его меньше идет один миллилитр на 1 литр теплой воды вот этими препаратами я их буду поливать и пшикать пока они не нарастят хорошую корневую и у них не вызреют эти маленькие молодые приросты никаких других удобрений я делать не буду можно использовать также янтарную кислоту то есть вот этим саженцам больше ничего не нужно никакого осмокота никаких других более сильных удобрений кроме корнеобразователей всевозможных ну допустим мне нравится формулекс я им уже брызгала и вот эти экземплярчики ну хорошо же выглядят вот поэтому на молодых мы используем формулекс либо же янтарную кислоту кислоту либо другой какой-нибудь укоренитель но никаких удобрений еще у меня есть мои прививочки мои экземпляры это ценные сорта и растут они в рукаве для рассады я получала вот такие дички дички лимончиков и на них делала прививки ну то есть в случае если вы получаете уже привитое растение вот рукаве для рассады то есть выглядит она вот так вот пирочкой прививочкой то конечно же расти долго в таком стаканчике она не может и я их буду пересаживать поскольку сеянец уже рос в каком-то горшочке в данном случае в рукавчике для рассады а его нужно пересадить вот для таких растений где уже был хороший течок у него хорошая корневая и тут уверенная прививка их нужно пересадить и добавить в грунт уже все минералы и осмокот ну я пользуюсь минералами допустим и осмокотом это все я добавлю в грунт для пересадки таких вот своих экземплярчиков и уже посажу их в горшочек берем осмокот и добавлю минерал все это смешиваю буду пересаживать они должны уже будут хорошо пойти в рост хорошо вы зря это у них прирост и это будет полноценные к концу сезона полноценные хорошие саженцы вот я посмотрю сейчас влезет такой горшочек или нужно другие горшочки вот у меня сон сорт энли сицилия и вот так получилось прививочка прижилась сейчас мы разрежем этот пакетик возможно нужно будет повыше горшочек может быть и нет корни у него хорошие вот этот грунт был не использован его выбросим и единственный недостаток такой белой посудины это вот эта зелень ну от нее мы никуда не денемся сильного вреда она не наносит если за этим следить и вовремя убрать с верхушку зеленую я уберу и такой да ну горшка будет достаточно сюда пересажу хотя я думала будет корней побольше нет и ладно я надеюсь в моем грунте им больше понравится немножко его разомну чтобы он не был таким комком большим и посажу то сюда мы уже добавляем весь комплекс удобрений для молодых мы не удобряем для того чтобы не добавляем удобрений чтобы не обжечь им корешочки и они хорошо развивали свою корневую систему вот так вот получается так здесь у меня танго gold мандарины то получила череночки со штатов и вот такие хорошие прививочки получились ой сейчас потеряю тахо я голд тоже вот такой чудный экземплярчик веточку по двое нужно удалить здесь у нас тоже танго еще а еще танго танго прижился лучше всех тахо я тахо я голд мандарин и вот такие и детки получились ой это дичок еще тоже свит сицилия это мой экземплярчик переедет и уже выдаст хороший прирост и вот так получился тоже сицилия эти какой на хорошем речке получается хороший классный под прирост такой сильный уверенный коршочек нужно подбирать по размеру корневой системы не нужно садить его слишком большой если вы получаете уже готовую прививку обязательно поинтересуйтесь у продавца как давно была пересажена каком грунте то видите сколько вот зелень неприятно из-за этих белых горшков получается вообще я грунт сильно не обтряхивала потому что он достаточно плотный раз они росли и нравилось все то нормально вот здесь немножко обтряхну больше потому что много зелени в темных горшках зелень не образовывается и вот этот горшок прекрасно подойдет по размеру этих растений грунт который обсыпался я его тоже не выбрасывал а потому что они же в нем росли он им нравился потому нет кардинальной какой-то смены грунта горшок должен быть обязательно по размеру корневой систем если корни маленькие если их мало горшок ни в коем случае не должен быть слишком большим если вы получаете прививочку в таком виде в горшочке обязательно поинтересуйтесь как давно была пересадка когда вам следует его пересаживать ждать ли корни или можно грунт заменить на свой то есть вот прививка была 5 января 19 года как раз перед новым годом перед рождеством пришли черенки ну зимняя прививка отрастают дольше но в принципе они все хорошо отросли мне нравится результат их я их пересажу что там и экземпляры они от меня никуда не уедут буду ждать от них плодов сорта очень интересны и сорта цены вот такая пересадка у меня получается сегодня для у кореняшек мы не используем удобрение для того чтобы не обжечь им корни и так молодые и хрупкие корешки только корни образователи когда они заполнят уже стаканчик корешками будет хороший прирост только тогда их можно пересадить чуть больше и уже добавить удобрение сделать полноценный грунт для таких экземплярчиков корни у них хорошие они привиты на хорошие дички им вполне хорошо добавить все что нужно в грунт я использую минерал и осмокот если вы не нашли минералов ну используйте что вы обычно используете самый доступный это цели сложнее найти лаву и пензу ну а лечу запона он как бы по цене дорогой не нашли их ладно добавьте циолит доступный и он самый как бы полезный из минералов вот так получается получается такая пересадка размер горшка обязательно по размеру корневой системы он не должен быть больше иначе будет закисание иначе начнутся проблемы у растений корни еще не освоили в грунт будет влажный и будут лица по будет листопад будут проявляться все недостатки именно на листьях будут коричневые листочки будут сохнуть будет и передоз и залив видно на листочках все будет на этом все растите цитрусы прививайте укореняйте до новых встреч оставляйте комментарии а 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 и а а а кол Субтитры сделал DimaTorzok